Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Лариса Исламова. Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов провел в Казани совещание по вопросам развития жилищного строительства. Говоря об арендном жилье, Шувалов отметил, что больших объемов можно будет достичь в случае обеспечения первоначального гранта. Он должен быть либо предоставлен муниципалитетом, либо субъектом федерации, либо через федеральный ресурс. Подводя итог, он заявил, что в ближайшее время, месяц-полтора, необходимо определиться и предложить гражданам продукт, который был бы им интересен для инвестиций на рынке жилья. В этих сложных условиях должен быть продукт, ценная бумага, купив которую, можно без потерь, без обмана получить квадратный метр, вне зависимости от изменения курсов валют, всего остального, сказал Игорь Шувалов. Здесь в Татарстане очень квалифицированные эксперты, и это эксперты, которые нацелены на решение задач, конкретных задач. А конкретная задача для нашей страны – это не просто добиться каких-то средних темпов ввода жилья. Мы понимаем, что нас в этом году, конечно, ожидает какое-то понижение, это не 84 миллиона, те рекордные цифры, которые были, но и мы не должны допускать никакого обвала. И, конечно, семьи, которые создаются, они должны понимать, что у них жилье – это реальная задача. Семья создается, можно пойти в банк, получить доступный кредит и жилье. Для них это реализуемая задача в пределах буквально первых лет их совместной жизни. Вот это наша с вами задача, мы будем выполнять. Количество регистрируемых ипотечных сделок в Татарстане сокращается седьмой месяц подряд. Данные Росреестра приводит Татцентр. Ипотека упала на 25,5%, констатирует ведомство. Значительнее всего спад обозначился в небольших районах республики. Таких как Алькеевский, Отнинский, Дрожжиновский, Камско-Устинский, Новошишминский, А в Кайбетском и Тюличинском районах цифры по ипотеке равны нулю, отмечают в Росреестре. При этом сохраняются темпы социальной ипотеки. Правительство как может пытается реанимировать рынок. С апреля в стране запущена программа льготного ипотечного кредитования. Основными плюсами программы являются процентная ставка, длительный срок кредитования, а также низкий порог первоначального взноса, сообщил издание представитель одного из банков республики. Другой эксперт добавляет к этому низкую стоимость по сравнению с готовым объектом недвижимости на этапе строительства. Между тем, очевидным минусом льготной ипотеки является то, что распространяется она лишь на первичное жилье. Вторичка же тянет рынок вниз. По мнению специалистов, объем госсредств, направленных на поддержку ипотечных программ, весьма внушителен и способен при рациональном расходовании поддержать падающий рынок недвижимости. К концу года ожидается смена тенденции к сокращению объема ипотечных кредитов, а пока поддержание рынка ложится тяжелым бременем на плечи госфинансов, отмечают они. С начала года в Татарстане наблюдается снижение пассажиропотока на 14,7% к уровню прошлого года, сообщают СМИ. В аэропорту Казани отмечено падение пассажиропотока почти на 30%, в Бегишево – более чем на 27%. Основной спад приходится на международные направления. Главными причинами, повлиявшими на показатели, стали неблагоприятная экономическая ситуация, рост и нестабильность курса иностранной валюты, спад активности на зарубежных туристических направлениях. Это были новости экономики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова